Трагедия советского хоккеиста. Он был звездой сборной СССР, а стал бомжом. Подробности большой карьеры и непростой судьбы в новом выпуске Hockey History. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и ставьте лайк, тогда вы точно ничего не пропустите. Год 1965. В марте советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического корабля «Восход-2». В июне в студии «Эбби Роуд» Пол Маккартни записал песню «Естедэй». В списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун», созданного в 2004-м, эта композиция заняла 13-е место. В июле в СССР состоялась премьера фильма Леонида Гайдая, «Операция И» и другие приключения Шурика. Комедия стала лидером кинопроката в СССР в 1965 году. Ее посмотрели почти 70 миллионов зрителей. В декабре открыта юбилейная 75-я станция московского метрополитена – Преображенская площадь. А вот одно из самых ярких хоккейных событий того года мало кто заметил. Действительно, вряд ли кто-то из хоккейных болельщиков сходу сможет ответить на вопрос, чем для нашего хоккея легендарна дата 5 декабря 1965 года. А ведь в этот день случилось по-настоящему большое событие. В составе сборной СССР впервые сыграло звено Владимир Викулов, Виктор Полупанов, Анатолий Фирсов. Советский хоккей был богат на легендарные сочетания нападающих – Харламов, Петров, Михайлов, Крутов, Ларионов, Макаров. Этот список можно продолжать. На их фоне к звену Полупанова было приковано не так много внимания, но эта тройка его точно заслуживала. Уникальность тройки Викулов, Полупанов, Фирсов можно оценить хотя бы по количеству выигранных этими нападающими наград. На троих они взяли 19 золотых медалей чемпионатов мира и 6 раз стали победителями Олимпийских игр. Фирсов был знаменит своим щелчком и финтом «Клюшка-конек-клюшка», который умел исполнять на удивительной скорости. Полупанов был классическим центр-форвардом, столбом и королем пятачка. А Викулова многие называли самым хитрым игроком во всем советском и даже мировом хоккее. Хитрый, очень хитрый, необыкновенно хитрый хоккеист. Хорошо понимает игру, коварный нападающий. Владея шайбой, мчай с нею на большой скорости хорошо видит поле и думает, думает. И пас у него точный, и злой. Наказывает соперника за малейшую, неприметную как будто бы ошибку. Здорово ориентируется в обстановке на поле. Шайбу любит, умеет поддержать ее. Однако расстается с ней охотно и легко. Конечно, не по доброте душевной. Викулов тонко чувствует мгновение, когда нужно, пора выдавать пас. И наша результативность, наши шайбы – это пасы Володи. Его работа. Говорил о своем партнере Фирсов. Викулов родился 20 июля 1946 в Москве. В 15 лет парня взяли в школу ЦСКА, а еще через 3 года. Внимание на него обратил великий Анатолий Тарасов. Тренер не мог пройти мимо такого таланта. Ведь кроме хитрости у Владимира была куча других козырей. Скорость, отменное голевое чутье, хорошая обводка. Выдумки и инициативы у Викулова на целую команду. Он все время в движении, в поиске. Неустанно предлагает себя. Спешит, если нужно на помощь. Получив шайбу у красной линии, не ищет тут же партнеров. Самостоятельно пробивается к воротам. Словом, берет игру на себя. Физически сильный, ловкий. Не боится силовой борьбы. И вряд ли кому в ней уступит. Однако всегда предельно вежлив. Корректен. Его очень редко удаляют. Недостатки? Бросок по воротам. Ох уж эти броски Викулова. Тема всеобщих шуток в команде. Сколько мы смеемся над ним, уговаривая попробовать добросить шайбу от синей линии до ворот. Бесполезно. Не жалуют Володя сильные броски. Гол издалека для него вовсе и не гол. Вот обвести защитника на пятачке, уложить ротаря обманным финтом и вкатить шайбу в пустые ворота. Это он считает настоящей удачей. Володя не всегда нацелен на ворота. Ему не хватает хорошей жадности к голу. Даже находясь на ударной позиции, с удовольствием отдаст шайбу партнеру. Пусть тот возьмет ворота. Викулову не жалко. Поиграл Викулов и вместе с великим Валерием Харламовым. Более того, последний называл Владимира своим учителем. Вместе они выходили на лед, например, на супер серии 72. Там Викулов забросил всего две шайбы. Зато одна из них получилась очень эффектной и стала победной для сборной СССР в пятой игре. Володя Викулов родился в 1946 году. Он на два года моложе Михайлова. И тем не менее, выступая с ним в одной тройке, я в душе относился к нему не как к равному, а как к старшему товарищу. Странно? Ничуть. В хоккее иные возрастные категории и понятия. Весна 1967 года. Чемпионат мира в Вене. Наголу выше всех играет лучшее звено Владимир Викулов, Виктор Полупанов и Анатолий Фирсов. Викулов становится двукратным чемпионом мира. А кто, кроме немногих, очень немногих поклонников хоккея вспоминал в ту пору имена Михайлова или Петрова? А обо мне вообще никто не слышал. Викулов к сезону 1972 года был сформировавшимся первоклассным мастером. Шестикратным чемпионом мира. Вот почему я писал об университетах Фирсова и Викулова. И хотя к тому времени я тоже немало уже умел, чувствовал я себя в этой компании. Учеником. Вспоминал Харламов. Последними международными матчами Викулова стали игры суперсерии 75-76, в рамках которой ЦСКА и Крылья Совета встречались с командами Национальной хоккейной лиги. Викулов стал героем одной из этих встреч против Рейнджерс, оформил дубль и принес армейцам победу 7-3. Увы, устроиться в послехоккейной жизни Викулов не сумел. Пропал из виду, а вспоминали о нем только по случаю юбилеев до других памятных дат. Например, на 60 лет Владимир получил поздравления от президента Путина. Поклонники хоккея «Шайба» и сегодня помнят ваши победные выступления в составе Национальной сборной. Вы по праву можете гордиться солидной коллекцией медалей и олимпийским золотом, заслуженной наградой за огромный труд, талант и великолепное мастерство. В декабре 2011-го правду о Викулове раскрыл его бывший партнер, легендарный Владислав Третьяк. «Викулов стал бомжом. Мы его потеряли. Не можем найти. Лет пять назад встретились, смотреть на него было жутко. Семью разрушил. Все. Бомж. И это Викулов, один из самых интеллигентных хоккеистов. Главное, мы не знаем, чем помочь. Как ни пытались, он от всего отказывался». Подтвердил слова Третьяка и Владимир Петров. «Тот образ жизни, который он вел в последнее время, предполагал его кончину. Викулов был нелюдим. Я его долго не видел. С бывшими партнерами он практически не общался. Мы надеялись на лучшее, ведь его жизни появлялись в проблеске». Уже летом 2013-го Викулова не стало. Друзья, которым журналисты звонили после смерти, ничего не хотели говорить о ее причинах. Для всех было очевидно, что без серьезных проблем с алкоголем не обошлось. Озвучивать это было излишним. Самый хитрый хоккеист планеты не смог перехитрить одну из самых банальных человеческих слабостей. Обязательно смотрите и другие выпуски Хоккей Хистори. Например, выпуск о трагических судьбах игроков золотой молодежной сборной 1992-го года. На сегодня это все. Совсем скоро мы добавим новый эпизод в нашу Хоккей Хистори. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик и поднимайте палец сверх. А еще помните, историю не стоит переписывать. Лучше ее пересматривать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok